Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, городской округ Клюберцы. Сегодня мы говорим с вами о спортивной жизни, а точнее о тех людях, которые не только занимаются спортом для городского округа Клюберцы и не только для себя, но и для всей нашей страны завоевывают настоящие медали, да еще в новых видах спорта. Но обо всем по порядку. Представляю вам Евгения Петрова, инструктор по спорту, дирекция спортивных сооружений городского округа Клюберцы, структурное подразделение «Балятина» и вице-президент Российской общественной организации Федерации масс-рестлинга Московской области. Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте! Уже и инструктор, и вице-президент. Столько всего уже на спортивной ниве вам удалось сделать. Давайте начнем с простого вопроса. Прежде всего, как вы стали спортсменом? Не каждый же может. Честно говоря, спортом занимаюсь с самого раннего детства. Начинал с футбола, как обычные школьники. Записался в секцию по футболу. Было очень интересно попробовать свои силы, так как футбол вообще с самого раннего детства смотрю по телевизору. Хотелось попробовать свои силы. Вячеслав Данилин был моим первым тренером. Мы пять лет проиграли, играли, так сказать, не то что проиграли, проиграли в футбол. И, так сказать, у нас лучший результат был это третье место в городском округе Клюберцы. Бронза. В первенстве, да, бронза. И вот в девятом классе, так сказать, я понял, что нужно что-то попробовать новое. И, как все, так сказать, молодые ребята, хотел стать очень сильным. И записался, как это модно говорить, в качалку. Соответственно, годы шли. Это 2011 год. Сначала 45 килограмм покорилось в жиме лежа, потом больше, больше, больше. И вот наилучшим результатом спустя, получается, уже 8,5 лет, лучший результат у меня 195 килограмм в жиме лежа. Это примерно уровень мастера спорта международного класса. О, а вот скажите, прежде всего, что такое любовь к железу? Вот что должно происходить в человеке, я сейчас объясню. Потому что есть люди, которые этим, ну, занимаются так, постольку-поскольку, просто, чтобы поддерживать здоровье. Есть люди, которые один раз подошли и сразу же ушли. Хотя, возможно, имеют какие-то, ну, для этого предрасположенности физические, физиологические. А есть люди, которые вот прям живут в этом и идут дальше-дальше, сами для себя ставят рекорды, даже иногда не зная, что они уже рядом с мастером спорта. Международного класса. Вот что такое любовь к железу? Что это? Почему человек оттянет к этому? Вообще, именно железный спорт или силовой спорт, он, конечно, не для всех, да. Во-первых, нужно очень большими задатками обладать, так как на первых порах люди, в кавычках, ломаются. То есть получают травмы и понимают, что это не их. Но те, так сказать... Небезопасно, короче говоря. Небезопасно, но те самые сильные люди, которые из этого, так сказать, из этого процента выдерживают тот натиск проблем, каких-то психологических травм или просто физических травм, они непосредственно преодолевают это и стремятся дальше, дальше, дальше. Сначала, получив первый разряд, хочется стать КМС. Получив КМС, хочется стать мастером. После мастера хочется стать мастером спорта международного класса, бить рекорды. Ну, а также есть наивысшее звание элита России, вот в нашем силовом спорте. Ну, а после элиты России даже в некоторых федерациях уже ввели заслуженного мастера спорта России, если не ошибаюсь. Вот такое можно получить. А вот это космически нужно. Ну, тут же еще конкуренты, да, вот этот выжимает сток, тоже, да, подталкивает к тому, чтобы идти дальше, дальше. Ну, конечно, когда в коллективе занимаешься, друг, например, жмет, у тебя 100 килограмм, а ты 90, начинается как бы конкуренция, и хочется ему больше тебя сжать, тебе больше к нему, и вот так вот, так вот, так вот, так вот, две вершины вместе друг. Вот сразу же мы будем говорить сегодня вообще о новом виде спорта совсем скоро. Тут у нас есть медали, инструкции, даже специальный снаряд, да, подойти к снаряду, я все вспоминаю, что это... Развейте миф. Есть такое мнение, что силовые виды спорта, вот силой человек набирается, а с головой как-то что-то происходит, что ум вроде бы куда-то... То есть человек весь зациклен на том, чтобы вот поднять рекорд и так далее. Развейте миф. Как помогает спорт тяжеловеса, спорт силовой человеку с точки зрения ума? Ну вот, честно говоря, даже если когда ты себя сам программу какую-то расписываешь, расписываешь себе питание, сон, режимные моменты, ты должен подойти с теоретической точки зрения. То есть нужно понять какой-то человек, там, мезоморф и так далее, то есть какая у тебя, так сказать, консистенция вообще тела. И, соответственно, ты когда это изучаешь, ты не можешь уже быть дураком. Ты уже в любом случае что-то читаешь, что-то как-то советуешься с друзьями. То есть нельзя так с бухты барахты пришел и пожал 200 килограмм. Такого просто в природе не бывает. Поэтому те спортсмены, которые любители, они в любом случае занимаются не только для себя, но и стараются, так сказать, в коллективе заниматься. Потому что я еще ни одного человека не видел, который занимается там у себя дома один, без страховки. А профессионалы, они, соответственно, уже подходят вообще просто на высочайшем уровне и пытаются достичь каких-то высоких достижений. Поэтому вот такой миф... Ну, то знаете, почему еще этот миф укрепляется, да? Потому что, ну, человек, который не специалист, да, придя, посмотрев, одно дело, да, там, снаряды, все замечательно, человек что-то там пытается делать, ну, на каком-то своем уровне. Кто-то берет инструктора, ну, если там фитнес-клуб самый простой берем, да, с ним работает. С другой стороны, видит, что есть какое-то, как вы говорите, питание. Потом небезызвестный наш сейчас самый глобальный вопрос, мы тоже его никуда не можем обойти. Какие-то там, может быть, специальные препараты. Препараты. Вот. Насколько это может... То есть мы идем к силе, но теряем за счет препаратов и какого-то неправильного подхода к жизни что-то другое. Это что же? Миф, не миф? Может, это для кого-то реальность? Ну, на самом деле, очень много, так сказать, спортсменов, которые на начальном уровне думают, что они съели таблетку и сразу раскачаются, как огромные шварценеггеры. Все это не так. На самом деле, я вообще не сторонник всех вот этих вот... Искусственных раскачек, да. Потому что, конечно, на профессиональном уровне, конечно, существуют различные препараты, в основном гормоны, которые могут дать нам толчок. Но это только тогда происходит, когда человек достиг своего максимума. Вот условно, человек достиг максимума в 200 килограмм, уже жмет 3 года 200, но не получается. Вот тогда он уже переходит на профессиональный уровень, какие-то гормональные препараты принимает. И вот этот вот толчок, вот этот вот барьер, он может уже как-то преодолеть. Но все надо ко всему приходить с умом. Но это не безопасно, мне кажется, что это опасно для здоровья. Естественно, нужно прежде всего сдавать анализы. Нужно прежде всего проконсультироваться с тренером, с врачом. А можно ли? И здесь в основном нужно, это я вот просто не по своему примеру, а по примеру, так сказать, спортсмена силовой, до спорта. В основном у всех проблемы от передозов, так сказать. То есть нужно условно грамм, а получать... Это спортивный передоз, да, чтобы нас понимали. Конечно, дают грамм, а получается принимают 3. Человеку столько нельзя, и уже проблемы с здоровьем возникают. Естественно, здесь нужно подходить ко всему с умом. Это я уже говорю как раз-таки о профессионалах. Они на корню дураками быть просто не могут. Я напомню, что Евгений у нас является инструктором по спорту, дирекция спортивных сооружений городского округа Люберцы, и конкретно это структурное подразделение Балятина. Вот расскажите нам о том, чем сегодня живет Балятина с точки зрения спорта. И вот в том числе вы как действующий спортсмен, человек, у которого медали есть, и не только медали, об этом тоже чуть-чуть позже такая интрига. Вот как идет жизнь спортивная городского округа Люберцы, и частично вот в вашем подразделении? Ну, у нас поселок, соответственно, относительно небольшой по площади, но по населению, естественно, начинает потихонечку уже, так сказать, наполняться. Что касается секции. Ну, самая развитая секция, самая популярная, я думаю, что везде, в любом округе, это футбол. У нас постоянно проходят какие-то турниры, у нас постоянно есть какие-то достижения. Ну, в частности, вот третье место буквально-таки вот на прошедшем турнире пяти стадионов наша команда заняла. Сам популярный вид спорта – это футбол. Сейчас очень сильно развивается активное долголетие. Они у нас занимаются различными, так сказать, и на фитболах, и скандинавской ходьбой, и физкультурой. Ну, вот все, что… Щадящие, скажем так. Да, щадящие. И в лесу они занимаются, и у нас, и на стадионе. Ребятки после футбола также немножко в теннис играют, там друзей приглашают. Вот секция по тяжелой атлетике у меня на базе школы номер 53. Тоже, так сказать, спортсменам ходят. Штанги тягают. Штанги тягают. Кто-то гирями занимается, кто-то армлифтингом, кто-то чуть-чуть маслят. Мы поговорим о новых фитах спорта. Это во второй части у нас много интересного будет. Я вот еще возвращаюсь к силовой, к вашему, так сказать, силовому прошлому и настоящему, и будущему, надеюсь. Но ведь он тоже входит для хорошего футболиста силовая подготовка нужна. Для хорошего любого спортсмена та или иная силовая подготовка нужна. То есть без нету никуда. В любом случае, это, конечно, когда они борются, единоборство где-то там, не то чтобы пнуть за дети, а немножко побороться в футболе за мяч. Естественно, в основном, это, конечно, сила одно дело поднять, но им больше нужна силовая выносливость. То есть как долго они могут на поле бороться и так далее. То есть это работа с весом, с небольшим, на большое количество повторений. Ну, примерно 2-3 тренировки в неделю, конечно, ну, 2, наверное, силовых, им вполне хватит. Так в основном им нужно развивать выносливость. А как вообще сейчас, вот если говорить о молодежи, пока в сторону людей зрелых и людей активных долголетов, да, как молодежь сегодня, потому что, опять же, может, это миф, может, вы развеете что-то на слабое, что она там рано начинает употреблять алкогольные напитки, я уж не говорю про что-то более страшное, но она действительно слабая или это миф? Вот по сравнению даже с вашим возрастом. Вот если брать мой возраст 23 года, получается, вот в 16-15 лет это был тот момент, ну, можно сказать, почти 8 лет назад, когда всем было очень интересно заниматься на турниках. Естественно, те, кто продолжали заниматься, они сейчас как-то продолжают заниматься в фитнес-клубах, возможно, и с тренерами, возможно, и самостоятельно или с друзьями, но в основном, самый популярный в любом случае вид спорта – это футбол. Много очень футболистов. Игровые. Да, игровые, в основном виды спорта игровые. Вот даже не могу вам назвать таких вот прям заядлых в своем поколении лыжников, как-то вот даже баскетболистов, вот в основном очень много футболистов, да, очень много футболистов, даже вот пловцов, даже вот ни одного не смогу назвать. Как-то вот так вот сложилось. А вот те, кто занимаются штангами силовыми, так сказать, выход на две, подтягиваться, отжиматься на брусьях от пола таких до вполне достаточно то что я слабая молодежь на сегодняшний день но отчаясь такое отчасти конечно согласен здесь части согласен не может быть не до конца и не всем хватает так сказать может быть даже сил занят то что все-таки нагрузки в школе сейчас вали и г и у г все-таки психологически и они думают как им дальше 2 нет наверное соотношение отчасти мотивации умственной скажем да и физической нагрузки быть какой-то баланс да может быть конечно если было бы более более допустим фок был бы была более доступность когда у ребят есть вот 100 так сказать мест квота на 100 человек там со школы набрать несколько несколько групп бесплатных я думаю что конечно это было бы большой ажиотаж и молодежь бы больше провели на долго сейчас секцию стоит вообще вообще секция бесплатные в основе которые от спорткомитета и от которой от дирекции то не все бесплатные ну а если фитнес-слову брать я думаю что вы наверное в курсе это примерно годовой абонемент по не меньше на 20 тысяч ну и не всегда да если что эти деньги отрабатываются конечно то есть собственным телом напомню что нас гостях сегодня евгений петров говорим о спортивной жизни городского округа люберцы но что важно во второй части мы узнаем с вами о том чем же евгений петров занимается как спортсмен и откуда и что у него за три медали которые у нас здесь находится в студии до встречи напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня у нас гостях евгений петров уже вторую часть сейчас озвучу его общественной что ли нагрузки вице-президент российской общественной организации федерации масс рестлинга московской области вот тут у нас на столе находится много наглядная агитация это одна история вторая история это даже есть у нас настоящий снаряд и медали вот давайте начнем вот с чего вы в первой части сами говорили много существует видов спорта ну как говорится номер один номер два номер три потом все остальное что такое маст рестлинг чем вы занимаетесь и что вас за медаль рассказывать вообще масс рестлинг очень интересный и во первых национальный вид спорта россии бесконтактный вид единоборства как и вообще в него попал на замер на фестивале молодежи и студентов сочи который проходил в октябре 2017 года была представлена масса видов спорта в частности российских я вот заметил что проходит соревнования по масс рестлингу то есть это бесконтактный вид вид единоборства при котором соперники садятся на пол нога ногами упираются в доску так хватается за палку доска между ними доска между ними хватается за палку внутренним или внешним хватом по очереди выбирают и борется до двух побед а что надо сделать вырвать палку соответственно задача вырать палку из рук или перетянуть соперника на свою сторону то есть выводят они палку на центр доски у команды белем внимание якутские команды че старт они начинают тянуть передвигаться по помосту они могут могут непосредственно крутить палку на крутить палку естественно может тот то у кого внешний хват то есть он может ее крутить но не больше чуть больше 90 градусов конечно потому что то руки просто не выкрутиться если перекрутит будет фол очень зрелищный и перспективный вид спорта который 2035 году по оценкам различных экспертов руководителей федерации и вообще президент федерации масс-рестлинга россии должен стать олимпийским а вот откуда корни почему именно вот вы говорите что это настоящий снаряд насколько я понимаю он до мал участие да да конечно настоящих соревнований это родом из якутии так в переводе значит масс это палка а рестлинг это борьба то есть борьба на палке корни вообще в 17 век уходит когда якуты думали как бы им вообще физически и духовно так сказать улучшаться усиливаться и просто быть физически и духовно развитыми естественно они придумали садились просто ногами упирались друг другу без всяких палок мы брали какие-то наверное может быть ветки доски так далее тут друг друга перетягивали позже уже в программу надо в начале 20 века в программу различных игр она входила ссср пресса оружие и непосредственно уже были правила доработаны что соперники могли двигаться по доске по всей части доски в 2003 году признали это национальным видом спорта россии как например игра городки а ну тоже палка тоже какой-то степени но вот тут интересно сейчас мне мысли в голову такая пришла канат перетягивание каната это не тоже так сказать более современный способ который очень похож на самом деле на самом деле вот с точки зрения так сказать и теоретически практической 50 процентов здесь успеха это сила хвата то есть если мы очень обладаем сильным хватом и старым лифтингом занимаемся перетягиванием каната висим на турнике то балка у нас никогда не вырут нас могут только какие-то техникой немножко палку начнут выкручивать возможно но обладая сильным хватом это опять же масса как кажется ничего такого вроде сложного нет но это и психологически это физически конечно и когда вас объявляют на помост приглашается на красную сторону там иванов иван на другую сторону евгений петров и петров условно когда это объявляет за тебя болельщики болеют когда тебе нужно соперника выиграть причем либо со счетом 20 либо со счетом 21 и если ты проигрываешь допустим поединок вообще в целом уже тут и уже не может никак бороться за золотую медаль тут уже конечно психологически физически тяжело конкуренция сильнейшие вот смотрите на на как вот на глаза надо смотреть на лицо смотри тоже очень близко здесь близко это конечно здесь примерно расстояние но я не знаю но полметра максимум максимум ментор получается тебе нужно слить и за движением соперника и за глазами его смотреть тянет ли он если он на сеть начинает на себя тянуть нужно как-то защиту сесть если он выдохся начинает на себя тянуть то есть очень тяжелая на самом деле процесс процесс очень тяжелый сколько по времени идет вот до двух минут поединок идет если получается никто никого не перетянул да получается 11 нет 00 продолжать поедине сколько с таком может а если вот так вот так но та новая такого не было что никто никого не перетянул насколько примерно через какое время наступают а перерыв будет одна минута получается если травм нет если есть травма будет медицинская пауза до двух минут и продолжаем поединке также просто хватом поменяют 20 или 21 то есть либо до 1 выиграл потом ничья и кто-то все равно да выиграет то есть они будут просто меняться хватами красный выбирает хват либо внутренний либо внешний потом синий выбирает хват если 11 и снова жребий там орел или решка условно и вот выбирают хват но честно говоря самый удобный хват и самые так сказать которым чуть-чуть полегче секреты уже рассказываю масс-рестлинга это внутренний ты начинаешь тянуть на себя здесь все-таки центр тяжести более смещен и ну проще так вытянуть соперник не вороть палку за руку но теперь давайте о медалях покажем их эти медали сначала медали а потом у нас есть еще настоящий алмаз здесь в студии так про медали показывайте нашему оператору он сейчас 2019 год был очень успешный для меня прошел с 5 по 6 мая этот чемпионат мира по армлифтингу городе санкт-петербург федерация apl то есть армлифтинг профессионал лига получается представлено было достаточное количество стран это и американцы сильнейшая вообще команда и финны и непосредственно украинцы это вот топ-3 наверное парню конечно россии не если не считать удалось выиграть в одной из номинаций это тяга apollon axel это получается становая тяга толстого грифа но в чем сложность он 50 миллиметров толщиной то есть это примерно как две палки таких вот совмещенный в одной в одном так сказать видео удалось выиграть во втором чуть-чуть 600 грамм по собственному весу проиграл поэтому серебро и золото в копилке нашей сборной так сказать покажите еще золотую сборная россии есть конечно в этом году получается они немножко усовершенствовали лента будет представлена из всех чемпионов мира поэтому в этом году очень интересно будет бороться поедете до готовлюсь 1 3 мая городе санкт-петербург на том в петергофе будет можно первое место там ну будем стараться загадывать не люблю и золотая медаль я так понимаю да она называется это получается золотая медаль за победу на всемирном фестивале молодежи и студентов сочи получается по масс-рестлингу а масс-рестлинг ну вот мы говорили про масс-рестлинг и коль вы сейчас так частично поговорили арм лифтинг давайте мы еще расскажем нашим телезрителям все-таки правило что это за новый вид спорта опять же почему они возникают казалось бы все уже дам найти кого их говорят так все сюжеты до драматурги любит все сюжеты давно придумано только по-разному можно это интерпретировать так и в спорте я отчасти согласен потому что очень много будет возникать и мы еще вообще не знаем что нас ждет в будущем в двадцатом веке очень часто в мире силового спорта люди пытались что-то поднять одной рукой это камень где-то там какой-то увесистый снаряд и вот девяносто третьем году компания iron mind сша разработала такую ручку ну будем на ней даже показывать на диаметром 60 миллиметров она очень конечно поменьше и соответственно на цепляется за блины за снаряд на грифе который расположен на полу задача подойти к снаряду оторвать его одной рукой и опустить сложность в чем 60 миллиметров толщина и он крутится то есть поверхность очень гладкая очень тяжело примерно даже 50 килограмм начинающему спортсмену поднять соответственно вид спорта очень интересный и такие как шварценеггер и условно именитые спортсмены как кирилл сарычев и прочее это абсолютный рекордсмен по жиму лежа им очень будет непросто здесь сильно потому что нужно обладать крепким хватом это и длинные пальцы и сухожилия развитые и вот маленькие маленькие мышцы здесь вот все 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 здесь играют роль поэтому вот американцы придумали такой вот вид соревновательной дисциплины которая очень стала популярным хорошо вернемся как ни странно к якутии потому что у меня есть два здесь один вернее документ настоящий как говорят нас государственного образца и вот такая есть маленькая маленькая коробочка вот здесь есть настоящий бриллиант вот скажите пожалуйста что это за вернее даже не бриллиант алмаз точнее можно и тогда вот что это такое и за что вы получили на всемирном фестивале молодежи и студентов сочи за победу в финале весовой категории до 90 карам где с дагестанцем сошелся мне за победу вручили вот такой настоящий якутский алмаз сертификатом пусть он небольшой я считаю что это будет семейная как бы память реликвия будем передавать из поколения в поколение надеюсь будущее поколение будут радоваться вот я читаю сейчас мы показываем вам сертификат соответствие бриллианта партии бриллиантов якутский гемологический сертификационный центр прям вот как диплом вот этот у нас документ евгений скажите мне пожалуйста вот раньше я помню даже застал время в советское когда в цирке например выступали спортсмены там таскали машину грузовики что-то там на них или ну и сейчас езда в цирке стоят целая груда людей вот вы могли бы что-нибудь потянуть так условно говоря что для этого нужно или тут какие-то другие секреты ну на самом деле масс-рестлинг естественно немножко более популярны потому что это все-таки борьба аром лифтинг менее популярен соответственно но занятие аром лифтингом способствует успешному выступлению масс-рестлинге соответственно конечно если вы в цирк пригласили конечно смеются но показать конечно могли бы условно это было бы интересно я не смысле цирк а возможности конечно да вот одно понятие тут же какая история просто я помню что это конечно же делалось для и сейчас даже частично выкладывают какие-то видеоролики и так далее вот вы как человек опытные так далее вы же понимаете чтобы вы могли сегодня потянуть сколько уже вот с помощью всех средств которые только есть но вот лучший результат у меня в арм лифтинге как раз таки 98 килограмм это практический размер норматив мастера спорта международного класса ну примерно в мире 98 килограмм ну ну человек может быть 200 300 сможет дай бог арм лифтеров из всех из десятков тысяч человек 200 300 10 процентов примерно смогут такой результат повторить поэтому обычному спортсмену силовику это без тренировки невозможно невозможно евгений петров у нас сегодня в гостях завершение многие сейчас узнали до спортивной жизни в частности структурного подразделения болятина потому что евгений у нас инструктор по спорту дирекции спортивных сооружений городского круга люберцы чтобы вы пожелали всем нашим телезрителям и если кто-то захочет заниматься спортом куда приходить куда обращаться то есть ваше обращение к телезрителям прямо сейчас ну хотелось бы конечно пожелать это заниматься спортом именно постоянно активно пробовать себя в различных видах спорта и такие возможности есть конечно если что-то не получается можно себя попробовать так сказать в активных видах спорта не получилось может быть силовом больше пойдет и хорошо бы совмещать и потому что много многие спортсмены будние дни потягают выходные уже побегают футбол погоняют и так далее очень хочется отметить что городской округ берц и как говорит владимир петрович ружицкий глава городского круглюберца территория спорта очень большое внимание он уделяет и различными спорта и недавно регби и вот сейчас у нас гребли будет развиваться и футбол футбола реконструкция стадиона торпеда вообще будет очень интересно по много направлений вообще будет очень интересно как она будет дальше выглядеть потому что я считаю что любилецкие спортсмены по праву считать сильнейшими россии ну и соответственно в мире как уже показывают результаты поэтому сильнейшие у нас направление это бокс футбол ну я надеюсь что силовые тоже будут занимать топ место но мы с вами договорились следующий медаль привозите вот и еще не раз мы с вами должны увидеться чтобы обсудить и новый алмаз хорошо спасибо спасибо огромное евгений петров вице-президент российской общественной организации федерации масс рестлинга московской области в том числе помимо инструктора по спорту меня зовут николай пивненко это была программа открытый диалог занимайтесь спортом счастлива Субтитры подогнал «Симон»